На сегодняшний день Вы уже показали нам свои изобретения в плане транспортной технологии, в плане интеллектуального ограждения. Какие еще изобретения Вы нам покажете в ближайшее время? Ваши? Не все. Не все. Мне даже было, я помню, в советское время, когда США задел Звездные войны, неизвестно, это программа СОВИ, стратегическое оборудование инициатива. И это одна из программ, которая, собственно, разрушила Советский Союз. Американцы, на самом деле, ничего не сделали, но придумали это было от слов, как любят успехи. Никаких у них в азерах не было, там, кинетических, там, пушек, оружия и так далее. Но, в этом прессе писали, а далее я нашел решение, как противостоять СОВИ, антисОВИ. Даже писал на Крабачеву письмо, предлагал это. Ну, я тоже через неделю буду предназначен в КГБ, побеседовал, что-то от руки, сектором, заканчивается, как в КПСС письмо пишу. Так, я предлагал. Вот, например, об этом я вам не буду показывать, расскажу. Вот даже есть такие вещи. Ну, есть то, что надо нам делать, это тоже странные технологии, одна из перспективных направлений этого космического колеса, ожирения. Только этот вариант спасет цивилизацию. Все остальное утопия, поверьте, есть всего страна, где сделать дело. Не было решения, ну, ракета. Есть космический лифт, есть электромагнитные пушки, есть антигравитация. Кто-то хочет на гусях лететь, по-моему, там были такие идеи, на воздушных шарах, и так далее. Идеи, только вот это решение, не противоречие физике, и реализуемо сегодня, оно спасет человечество, и это депутат развития цивилизации. Это тоже мы можем показывать, рассказывать, и делаем их. Ну, это такая перспектива на 20, 30, 40, 50 лет. А дальше он уже будет функционировать в том столетии. Моя ближайшая перспектива – это ватное стекло, тоже струнное. И оно очень простое, поэтому я ругал терминство. Ну, представьте, ну, самый хороший заряд, теплый заряд, ватном, потому что терминство идет с ватной простой. Потому что там отсутствует вещество, газ, и нечем передавать тепло. И представьте, вот стекло толщиной 15-20 мм, вот, ватное стекло, по теоризационным свойствам заменит кирпичную стену толщиной по 2 мм. Тогда мы строим и не знали, где стекло – это ватное стекло, а несущий, как кажется, это колон. Поэтому я не понимаю в современных России вещества то, что строят дома, которые жить не возникли. Для меня стекло – это вот как кожа. Это поверхность, да? Которая защищает то, что внутри, от легких воздействий и создает благоприятный режим для функционирования организма. Тепло, чистое воздухо должно быть, да? Свет, это будет тогда, да, стекло пропускать сегодня. А замените, что мы вот на здании, на улице Солнца, все видите, 1,5 кг ватта портится на квадратный вверх, а вы смысл колоночек или нет? То есть это правильно? Неправильно, я не думаю, что это стоит. Дома неправильно строят. Поэтому я же имею ватлонное стекло, имею ватлонную дорогу, кто выводит, да? Имею ватлонную стекло, можно по-тругому строить городу. Более эффективно, более приводной для жизни, для здоровья, да? Поэтому ватлонной стекло здесь тоже нужно. Вот одна стекло, которую мы будем делать. Потом, по основной технологии, можно строить все-таки посадочные полосы. Когда человек в стекло, там еще 13 лет, а потом все выходит на свадьбе, набегает в них водой, и вот это колесо, когда шасси, и когда взлетает, и тоже, иду-ду-ду-ду-ду-ду, иногда это плохо кончается. Иду-ду-ду, оно производство варило, и все поднимало. Такие случаи было повредить. Пармотер торчит, и троговую, что он самолет, тоже на аваре все поднимало, да? Это повод. Так вот, если бы эта струнная струнная полосающая полоса, там не будет, где носили. Абсолютно, как только полосы. Вот это технологии, естественно, по-моему, из зоны герлисовы, да? Потом построим технологию, можно устроить традиционные мосты, но у него несколько трудов. Автодорожные мосты, жедорожные мосты, пешеходные мосты. При этом, а теофрик не будет, теперь, в доме Швов, Сырково, будет тоже абсолютно ровно полотно. Многие и другие технологии, которые даются туда в струнную струнную, мы тоже вам показываем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!